Ну, конечно, приятно, что наши борцы прошли всех соперников и борются в финале. Ребята, как тренер, могу сказать, что знают очень хорошо друг друга. Не раз боролись. В этом году на первенстве Сибирского федерального округа они также встречались. Ну, выиграл тогда Батаболтов базар. Он тогда также выиграл первенство Сибирского федерального округа и тем образом выполнил норматив мастера спорта. Ну, и мы увидим, что ребята немного осторожничают. Первый период всегда такой бывает, ознакомительный, да? Ну, я посмотрел, Шаймполов Барас был очень хорошо настроен на схватку. На победу, да? Да, на победу. Очень радуется. Во-первых, призовой фонд хороший за первое место 50 тысяч. Ну, вот так вот, в общем, молодежных турниров очень мало же, да, Илья Александрович? И таких призов тоже не везде, да? Да. Ну, такой тоже сильный турнир считается в Якутии, международный турнир Романа Дмитриева. Романа Дмитриева. У них также призы хорошие, да? Да. И состов сильнее приезжает. Этот турнир, он филовский. Входит в календарь объединенного мира борьбы, да? Да. Итак, мы видим, что Батаболотов прошел в ноги, перевел в партер. Таким образом, счет 2-0. Впереди пока Батаболотов. Шаймполова Бараса кто секундирует? Шаймполова Бараса секундирует его тренер, Мунко Баирович Мунко Жаргалов. В свое время тоже был нашим лидером, да, в тяжах. Да. По-моему, он боролся с олимпийским чемпионом Давидом Мусульбесом, да? И, по-моему, выиграл его. Ну, значит, это... Да, было, было. Было, да. Ну, они по юношам, по-моему, встречались. И он, по-моему, выиграл у Давида. Ну, вот так бывает, что у нас ребята борются по юношам, по молодежи, борются на равных. И потом, когда во взрослую борьбу переходят, кто-то уходит в отрыв, показывает больше результатов, да? Ну, хотя, наверное, это все от спортсмена зависит, да? Да. От желания. От желания. От целей, да? Самое главное, это поставить цель. И планка должна быть высокой. Это Олимпийские игры. Если посмотреть Кавказскую школу борьбы, все дети желают выиграть Олимпийские игры. Да, у них такая цель только Олимпийские игры. Только Олимпийские игры. И только золото, да? Да, да. Только золото. Они, завоевав серебряную, бронзовую награду, они больше расстраиваются, да? Да. Ну, вот такой настрой вообще должен быть у всех ребят. Должен быть у наших ребят. Наши ребята, они талантливые, и многие тренеры это оценивают. Не только наши, но и в других республиках, в борцовских республиках. Это Дагестан, Осетия. И великие тренеры об этом говорят. Просто нужно работать индивидуально с этими ребятами, разговаривать с ними нужно, чтобы они знали, куда готовиться и как готовиться к таким соревнованиям и идти, допустим, к тем же Олимпийским играм и так далее. У нас же тоже есть как бы и тот же Алдар Бальженимаев, да, выиграл по юношам Олимпиаду. Это же первая Олимпиада была все-таки в Сингапуре, и первый наш парень выиграл эти Олимпийские игры. Так что есть вот такие задатки. Первый чемпион юношеских Олимпийских игр, это уже история, да? Это уже история. Он вошел в историю уже. Это история. И мы видим, что счет у нас 2-2 уже. Впереди Шаим Полов. Вот мы видим на углу вот желтую отметочку. Итак, нам показывают повтор. Хорошая атака. Если бы чуть еще он бы поддал туда, и можно было заработать. И сна спина, да, перевернулся. Да, да, 4 балла можно было со стойки заработать. Ага, как раз на веку Базар Патополоков, синий веку Барас Шэмпур. Борцы представляют данное время. Базар Патополоков, синий веку Барас Шэмпур, синий веку Барас Шэмпур, синий веку Барас Шэмпур. Вот так мы видим, что Базар резко так агрессивно начал атаку. Прошел в ноги и перевел в партер. Счет уже 4-2. 4-2. Юрий Александрович, это не такой большой счет. Это один перевод в партер. Еще времени достаточно, еще 2 минуты, как говорится. Здесь нужно не стоять, а делать атаку. Да, работать надо. В любом случае, даже самому Батополу, то нужно работать. Он стоит, он остановился. Он может сейчас пропустить действие и уже проигрывать. Здесь ему в этой ситуации еще нужно закрепиться, еще взять 2 балла. И уже спокойно он может как бы доводить, как говорится, сватку до конца. До победного конца. Так что обоим ребятам нужно включаться и бороться. Ну, конечно, они друг друга знают, но здесь нужно... Двигаться, работать. Бывает так, что при счете 4-2 спортсмен ведет и на последних секундах отдает 2 балла. И вот мы видим, Батоболотов провел бросок с головы. Дали оценку в 4 балла. А, 2 балла. 2 балла. Счет стал уже 6-2. Ну, вот как бы, да. И он уже сейчас будет поувереннее себя чувствовать и будет парировать Шампула в атаке. Батоболотов зарабатывает еще 2 балла. Да, 2 балла, 8-2. И сейчас он захват сделал, но он... Крест. Да, не это... Не перевешено. Выпустил. Да, выпустил этот захват, хотя он мог уже сделать. Счет 8-2. Ну, осталось 15 секунд. 10-15 секунд, 10 осталось секунд. Я думаю, что он уже не сможет, как говорится, догнать победу одержал Батоболотов. Ну, мы поздравляем нашего Батоболотова базара с золотой медалью. Также поздравим Шаинполова Бараса с серебряной наградой. Показали ребят хорошую борьбу, интересную, да, зрелищую? Да, хорошую, интересную борьбу. Зрителям интересно, когда ребята борются, делают друг друга атаки, хотя уже давным-давно знают, это намного интереснее, потому что вот каждый миг вот этой борьбы, они уже, ну, как бы делают, может быть, еще быстрее, или там вкладываются еще мощнее в какое-то определенное движение, прием. И вот нам показывают повтор, какой красивый бросок он сделал за голову. Ну, и при этом еще не дал балл еще, вот. Сразу же включился и не отдал, да, балл? Да. Ну, такой бросок можно также оценить 4 балла, да? Да. Он же со стойки был. Да, да, да. Атака Шаимполова и контратака Батаболова. А это со стойки, здесь 4 балла должно было быть. Я не знаю, почему дали 2 балла, здесь 4 балла. Ребята оба на ногах стояли. И вот нам показывают награждение веса 50 килограммов. И у нас в этом весе трое наших ребят. Болту, Базар. Серебряную награду также завоевал Шаимполов Борас. И бронзовую награду Булдаев Зарикто. Ну, и также бронзовой наградой удостоился Ондер Аганак с республики Тывы. И награждается бронзовой. Также здесь вот в этой компании, вот посмотреть, да? В 50 килограмм в 2015 году чемпионом России был Зарикто Булдаев. И в этом году уже ребята превзошли, наверное. Да, это для наших ребят хороший старт. И они здесь вышли победителями и призерами. И это уже неплохой результат этого турнира. Тренер Феона Архматокова. За отсутствие тренера победителю вручается приз его тренера.